ГТА 6 С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Сегодня расскажем, что показали на BlizzCon и когда ждать новую Mass Effect, а также заглянем внутрь облегченной модели PlayStation 5. Начнем с последней. Продажи консоли с народным названием PlayStation 5 Slim стартуют сегодня, но первые обладатели получили ее на несколько дней раньше. Блогеры Dave2D и Linus Tech Tips наглядно показали конструктивные отличия. Модель с дисководом похудела на 700 грамм, до 3-х килограмм 200 грамм. Внешних панелей теперь не 2, а 4. Система охлаждения стала компактнее, несмотря на дополнительную пятую тепловую трубку, а устаревший порт USB-A на передней панели заменили еще одним USB-C. Устройство работает намного тише, но со стороны дисковода шум напротив усилился, а вот энергопотребление почти не изменилось, что впрочем неудивительно, ведь начинка осталась прежней. В основе тот же 6-нанометровый чип Oberon Plus от AMD. Напомним, в России слимка ожидается в январе. Blizzard провела первый за 4 года традиционный BlizzCon с живыми зрителями. Громких анонсов не прозвучало, зато на сцену вышли Фил Спенсер, которому теперь подчиняется компания, и Крис Мэтсон, вернувшийся в Метелицу, чтобы возглавить развитие вселенной Warcraft. А еще показали немало свежего контента для существующих игр. Представили первое платное дополнение к Diablo 4. Vessel of Hatred предложит мини-компанию, которая продолжит сюжет основной игры и расскажет о планах Мефисто. Пользователи исследуют новый регион на Ханту и оценят некий класс, которого не было ни в одной части серии. Сосуд ненависти наполнится во второй половине 2024-го. К World of Warcraft анонсировали сразу три дополнения, объединенные в глобальную арку The World Soul Saga. Первый аддон The War Within позволит побывать в подземных мирах Азерота, добавит новые подземелья, рейд, систему боевых отрядов, играбельную расу и особые данжи для совместного прохождения. А также повысит потолок прокачки до 80-го уровня. DLC выйдет следующей осенью, но предзаказы уже открыты. А еще Blizzard надеется перенести World of Warcraft на консоли, но конкретных планов пока нет. В первой половине следующего года World of Warcraft Classic получит аддон Cataclysm, а Hearthstone-режим Battleground Duos со сражениями 2 на 2. Уже 14 ноября карточной стратегии выпустят ковбойское дополнение Showdown in the Badlands. 5 декабря в Overwatch 2 стартует восьмой сезон, который принесет нового героя, танка Маугу, а в 2024 добавят еще трех управляемых персонажей, перепережим Clash и переработанные классические карты. Новостей о StarCraft по-прежнему нет, но президент Blizzard Майк Ибарра заявил журналистам о возможности выхода новой части под крылом Microsoft. Причем речь не обязательно идет о стратегии. Руководитель готов поощрить любую интересную идею возрождения серии. Надеемся, новинка не окажется чем-то вроде мобильной экшн-стратегии Warcraft Rumble, которую по-тихому запустили прямо во время BlizzCon. И карамблик фанатских надежд не пойдет ко дну под тяжестью доната. Тем временем в Xbox произошла еще одна важная перестановка. Во главе всех внутренних студий встал Алан Хартман, руливший командой Turn 10 и отвечавший за серии Forza и Fable. Компания уже начинает притворять в жизнь одну из главных задач нового руководства — использование искусственного интеллекта в разработке игр. Вместе с новым партнером — компания InWorld AI — она создаст инструменты на основе нейросетей для генерации сценариев, квестов, диалогов и персонажей, умеющих отвечать на вопросы пользователя и реагировать уникальными голосами. InWorld стремится облегчить творческие задачи разработчиков, но таким инновациям рады не все. Актеры и другие работники индустрии опасаются сокращений, а геймеры уверены, что качество игр упадет. Nintendo падение не опасается. Новый финансовый отчет принес через свечайно хорошие новости. Switch становится только популярнее, хоть и вышло более шести лет назад. На ее счету 132 миллиона реализованных устройств. Чистый доход за два первых квартала финансового года вырос на 17%, а общие продажи с учетом игр оказались рекордными с момента выпуска актуальной консоли. Среди прочего, повысить показатели помогла новая Зельда. Tears of the Kingdom разошлась в количестве 19 миллионов копий. А недавняя Super Mario Bros. Wonder отличилась лучшим стартом в истории серии. 4 миллиона 300 тысяч проданных единиц за первые две недели. Пока Nintendo выбивает монетки, Epic Games мечтает вывести в плюс Epic Games Store. На этой неделе у компании начался суд против Google по делу, возникшему после инцидента с Fortnite в 2020-м. На заседании генеральный менеджер EGS Стив Эллисон подтвердил, что спустя почти пять лет после запуска магазин все еще не приносит прибыли. При этом тратить миллионы на покупку эксклюзивности игр и устраивать раздачи хитов эпики не перестанут. У них другие способы экономить деньги. Как вы помните, недавно руководство уволило 800 сотрудников. Массовое сокращение в этом году провела и шведская Embracer Group, которая вдобавок закрыла студию создателей Saints Row, но всех проблем это не решило. На этой неделе стало известно, что компания упустила некую сделку на 2 миллиарда долларов, после чего своей должности лишился главный операционный директор Эгиль Струнке. Надеемся, его уход не вызовет еще более серьезную абстрункцию в работе Embracer. Студия Siberia Nova открыла предзаказы смуты в VK Play. Раннюю покупку можно оформить за 1612 рублей с учетом 20% скидки. И если цена рассчитана не просто так, именно в этом году происходят события игры, то объяснить 32 гигабайта оперативы в системных требованиях особым замыслом не получается. Так или иначе, именно такой объем ОЗУ вкупе с GeForce RTX 3080 понадобится, чтобы увидеть несмутные 60 кадров в секунду в разрешении 1440p. Ждем 26 февраля. А соревновательный шутер The Finals должен запуститься до конца этого года. Открытая бета прошла на ура. Новинку от выходцев из студии DICE оценили 7,5 миллионов человек. Это уровень публичного испытания Battlefield 2042. Вдобавок, The Finals прорвалась на вершину списка самых желанных игр для пользователей Steam. Новую масс-эффект ждать придется подольше. 7 ноября, в день серии, Баэ Вэр обратилась к фанатам с посланием, в котором был спрятан бинарный код. Расшифровав его, геймеры открыли тизер с неизвестным персонажем в шлеме и плаще. Он же изображен на официальном постере новой части. Авторы предлагают внимательнее искать зацепки и помнить не все то, чем кажется. Что скрывают мастера эффектных намеков, узнаем не раньше 2026 года. Такие сроки релиза на днях озвучил инсайдер Том Хендерсон. Далее расскажем о недавних премьерах. В Steam появилось улучшенное издание Stronghold — новая версия средневековой стратегии 2001 года. Предлагает еще одну кампанию на 14 миссий вдобавок к основной. 10 сценариев тропа замков, мультиплеер, улучшенный геймплей и обновленную графику. Наконец-то можно рассмотреть каждый миллиметр хобота-долгоносика, пожирающего наши посевы. Расширенный ремастер получила и Icewind Dale 2. Вторая часть ролевой игры от Black Isle оставалась единственным проектом на движке Infinity, который Beam Dog не обновила из-за потерянного исходного кода. Нелегкая Icewind Dale продолжили фанаты из команды Red Chimera Group. Они добавили сотни новых заклинаний и предметов, улучшили квесты, сражения, прокачку и много чего еще. Enhanced Edition распространяется как бесплатный мод. Ссылку оставим в описании. Также вышла финальная версия успешного симулятора жизни в песчаном городе-государстве My Time at Sandrock. Теперь он доступен на всех актуальных платформах, за исключением PlayStation 4, где появится позже. В Steam завезли раннюю версию киберпанкового ретро-шутера Beyond Sunset, стоящего по сансетству с Deus Ex. Еще в магазин Valve, а заодно на Switch заглянула Risk of Rain Returns, переработанная версия роглайк-шутера десятилетней давности. Все современные системы посетил мультяшный файтинг Nickelodeon All-Stars Brawl 2, а на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series вышла стратегия Dungeons 4, про строительство злодейского подземелья, сразу попавшее в Game Pass. В подписку включили и новую Football Manager, доступную на всех актуальных платформах. Сегодня на ПК, PlayStation и Xbox состоится официальная премьера Call of Duty Modern Warfare 3. Ранний доступ открылся 2 ноября, и оформившие предзаказ вместе с критиками успели разочароваться по полной. Сюжетную кампанию назвали худшей в истории серии. Скучной, с примитивным стайлсом, невнятным сюжетом, неприкрытыми заимствованиями из Warzone, под видом новшеств и вдобавок скоротечной, прохождение займет 3-4 часа, И это еще не все. Игра за 70 долларов работает как DLC для Modern Warfare 2. Неудобно запускается через ее меню и не имеет собственного платинового трофея на PlayStation 5. Впрочем, оригинальностью отличились не только разработчики. Недовольные фанаты ринулись писать гневные отзывы на метакритик, но перепутали новую часть с одноименной 2011 года, из-за чего рейтинг последний пошел вниз. Администрация сайта подтвердила, что удалит эти отзывы, так что боевая маскировка провалилась. Игроки теперь хвалят не новую, а оригинальную Modern Warfare 3. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!